Все совершается по воле Божией. И скорби нам посылаются, и страдания по воле Божией. Потому что наши скорби, и наши страдания, и даже наша смерть – это ничто пред лицом Божиим. Это все временные, мгновенные человеческие немощи. Потому что пред лицом Божиим – вечность, которая объемлет миры, нам неизвестные, которая объемлет все, где и есть полнота жизни. А потому всякие наши жизненные трудности, которые иногда берут так много здоровья, когда требуют от нас большого напряжения, внутренними сопровождаются переживаниями – это все пред лицом Божиим – мгновение. Но даже к этим трудностям Господь снисходит. Мы Его просим помочь нам в наших трудностях, иногда даже в бытовых, или связанных с нашим здоровьем, или с нашей работой, или с нашими семейными отношениями. И Бог даже в эти наши человеческие слабости входит для того, чтобы наполнить их силой. Какова же любовь Божия, и каково же Его всемогущество, что, объемляв всю Вселенную, видимую и невидимую, познаваемую человеческим разумом и непознаваемую, Он имеет отношение к каждому человеку, каждой душе, и слышит те сигналы, сигналы бедствия, которые посылает Ему наша душа через молитву. Иногда эти сигналы такие слабые, они заглушаются многими обстоятельствами нашей жизни. Каждый знает, что даже в храме-то не можем стоять постоянно в молитвенном состоянии, напряжении, потому что не хватает сил, ум уходит в сторону, далеко за пределы храма, перед мысленным взором возникают какие-то образы из нашей жизни, наша память воскрешает проблемы, перед которыми мы стоим, и нередко уходим далеко мыслью от Бога, от храма. Но в какой-то момент, если дает нам Господь сил сосредоточиться, сконцентрироваться, и когда мы просим Его, то и этот слабый сигнал Он слышит. Субтитры создавал DimaTorzok